Мешок сладостей. Дома семейного типа посетили гости с подарками. Чтобы они ощутили радость наступающего праздника. Как ребята встретили добрых волшебников. Фатальная халатность. В центре города на пожаре погиб мужчина. Нигде не работал, злоупотреблял алкоголем. Что послужило причиной трагедии. На любой вкус. В Бобруйске продолжаются праздничные гуляния. Только лицам достигших 15 лет. Где культурно провести время. А также поправки в трудовой кодекс, высокий результат и движение вверх. Рост промышленного производства в Беларуси превысит 12%. Кто нарастил объемы? Итоги уходящей среды подводят наши корреспонденты и я, Юлия Евтушенко. Александр Лукашенко в рамках саммита провел ряд важных переговоров. Первым делом глава государства встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. На встрече обсудили актуальные темы, экономические вопросы и предстоящий визит. Также на повестке дня план совместной работы на ближайшие годы. В том числе общие проекты в области промышленности, сельского хозяйства и строительства. После Александр Лукашенко повеседовал с начальником комиссии по вопросам экспорта отечественных товаров Дмитрием Крутым. Две важные темы. Прежде всего посоветоваться и обсудить вопрос нашей дальнейшей работы в международных структурах. Ну и самое главное экономическая структура это Евразия. ОДКБ, СНГ и прочее там у нас понятно, что делать. Меньше проблем. А вот экономика в Евразийском экономическом союзе. Это очень серьезный вопрос, несмотря на то, что уже нам и сделано там. Об этом вчера говорили. Но я тоже слышал о русском, в широком обсуждались проблемы, которые так или иначе надо решать. Поэтому вот Евразия, с твоей точки зрения, все-таки Россия у нас главный приоритет здесь. Что нам надо, на что обратить внимание. Глава государства подчеркнул, он возлагает большие надежды на работу комиссии. Пора подводить итоги за прошедшие шесть месяцев. Также президент поинтересовался, какие планы и перспективы на следующий год. По неосторожности на пожаре в центре Бобруйска погиб местный житель. Ночью 26 декабря при ликвидации возгорания частного дома по переулку Спартаковскому сотрудники МЧС обнаружили тело 60-летнего жильца одной из квартир. Назначено проведение пожаротехнической и судебно-медицинской экспертиз. По предварительной информации, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении. Установлено, что погибший нигде не работал, злоупотреблял алкоголем. Обстоятельства произошедшего будут установлены Бобруйским межрайонным отделом Следственного комитета в ходе проверки. Запрет на ввоз, окончательные даты и рабочие нововведения. Трудовой кодекс республики претерпел некоторые изменения. В чем суть? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Рост промышленного производства в Беларуси превысит 12%. Дан старт новому инвестиционному циклу развития в этой отрасли. Так, по итогам 2023-го будет направлено около 1 миллиарда рублей. По всей стране реализуется 65 инвестпроектов. В целом, за последние три года объем производства вырос фактически в полтора, а экспорт почти в два раза. Трудовой кодекс Беларуси претерпел некоторые изменения. Обновились свыше 80 статей документа. Все они вступят в силу с 1 января. Одно из нововведений касается зарплаты. Теперь наниматель обязан выплачивать ее минимум два раза в месяц. Также реформы затронули отпуск. Если работник экстренно уходит отдыхать, например, из-за семейных обстоятельств, то начислить деньги необходимо не позже двух дней после начала отгула. Доля онлайн-продаж за последние пять лет увеличилась до 6%. Несмотря на хороший показатель, по-прежнему остается открыт вопрос защиты прав потребителей. Для регулирования интернет-площадок в парламенте находится специальный законопроект. Не остаются в тени и традиционные методы сбыта. За девять месяцев количество торговых объектов выросло на полтора процента. Беларусь продлила продовольственное эмбарго на ряд товаров из западных стран до конца следующего года. Запрет распространен на продукцию из Евросоюза, США, Великобритании, Норвегии и еще некоторых точек. Список включает в себя мясо, овощи, фрукты, орехи, соль, кондитерские изделия и другие позиции. В Беларуси определили три единых дня проведения централизованных экзамена и тестирования в 2024-м. 27 мая абитуриенты проверят знания по предмету на выбор, 30-го – по белорусскому и русскому языкам. 3 июня – дата ЦТ для тех, кто планирует поступать в ВОЗы. Внутренние вступительные испытания и зачисления в учреждения образования сместятся на начало июля. Угроза для иммунитета. В Бобруйске зарегистрирован первый случай кори. Острое высокозаразное инфекционное заболевание, вызываемое вирусом кори, выявили у ребенка, который не был вакцинирован. Также есть дети, которые находятся под наблюдением специалистов. Среди главных симптомов болезни – высокая температура, поражение дыхательных путей и сыпь. Единственная защита от кори – вакцинация, напоминают медики. В нашей стране малышам прививку делают бесплатно в год и шесть лет. Также контактные по эпид-показаниям в период подъема заболеваемости тоже при обследовании и при необходимости проводится вакцинация. Необходимо помнить людям, которые сейчас путешествуют с учетом подъема заболеваемости во всем мире и в Европе, необходимо перед выездом уточнить свой вакцинальный статус по кори. Серьезные заболевания чреваты осложнениями. В 40% случаев среди тяжелых последствий – поражение мозга, энцефалит, отит. Более того, страдают органы зрения, дыхание. В группе риска – дети до 5 лет и люди старше 30. В гостях у сказки. Благодаря благотворительной акции «Наши дети» каждый ребенок в праздничные дни окружен заботой и вниманием. Многодетные семьи, детские дома и больницы посещают настоящие волшебники с полными мешками сюрпризов. В чудо поверила и Елизавета Липеева. В преддверии Нового года в доме семейного типа Луцкиных царит настоящая сказка. В гости к ребятам заглядывают глава администрации Ленинского района, депутат палаты представителей Национального собрания Беларуси, представители Беларусьбанка и, конечно, Дед Мороз и Снегурочка. В адрес юных бобруйчан – теплые поздравления и сладкие подарки, а также денежные сертификаты. «Дом семейного типа – это наиболее эффективная форма семейного устройства. Хочется сказать отдельно слова благодарности родителям, которые на это идут. Важность этого даже трудно как-то описать словами». Дом семейного типа на Красноармейской 14 был открыт только в июле, а девять ребят уже успели стать настоящими братьями и сестрами. «Мы всеми силами окружаем их добром, заботой, подарками. Но когда еще дополнительно подарки, это же так приятно для детей. Нам приятно видеть, как они радуются». Важных гостей встречают и в доме Карахановых. Здесь 10 задорных мальчишек и девчонок во главе с любящей мамой устраивают целое представление и окутывают теплом семейного очага. Каждому зрителю мини-концерта ребята дарят рукодельные игрушки и частичку искренней любви. «А иначе нельзя, потому что мы команда, мы семья». «Начиная уже с сентября ребята готовятся к этой встрече. Это целый процесс, который не просто приносит радость подарка, но мы еще учим детей и отдавать что-то. Даем то, что у нас есть, чистые сердца наши, наши какие-то подарочки сделаны своими руками, какие-то танцы, песни, то, что мы умеем». В ответ на такой праздничный прием добрые волшебники вручают маленьким хозяевам дома вкусные и денежные сюрпризы. Но самое ценное, что получает каждый ребенок в чудесные декабрьские дни – это трепетное внимание. «Посещая семьи многодетные, детские дома семейного типа, понимаешь, насколько это важно для ребенка в принципе, потому что каждый ребенок в эти праздничные дни ждет чудес. Он ждет, что к нему придет Дед Мороз, Снегурочка, что придут взрослые с хорошими словами, с хорошим настроением, с подарками». «Чтобы они ощутили радость наступающего праздника Новый год, Рождества Христова, чтобы у них было много хороших положительных эмоций. Участвуют наши общественные объединения в Беларусьбанке – это Белая Русь, Белорусский союз женщин, наши профсоюзы». Добрые волшебники среди нас – такие дома семейного типа – настоящее подтверждение, чудеса случаются. Родители-воспитатели вкладывают в каждого ребенка частичку души и прилагают все усилия, чтобы дети чувствовали себя по-настоящему счастливыми и любимыми. «Мы все очень дружные, мы друг другу помогаем всегда. Мы, если там праздники, мы все время надо подготовиться, чтобы было все аккуратно, красиво». «У нас всегда какие-нибудь праздники, мы садимся всегда по вечерам с семьей и какие-нибудь новогодние мультики включаем». Благотворительная акция «Наши дети» окутывает добром каждый уголок страны. Сейчас, в преддверии самого сказочного праздника, важно уделять внимание тем, кто особенно в этом нуждается. Проект «Добра» будет навещать ребят до 15 января, но на этом приятные подарки не заканчиваются. Заботятся в стране о каждом малыше постоянно, ведь дети – это самое ценное. Елизавета Липеева, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Предновогодняя суета. Ночь с 31 декабря на 1 января всегда полна волшебства и буквально пропитана праздником. Уикенд перед главным событием года радует разнообразие. Не только дети, но и взрослые смогут насладиться атмосферой и хорошо провести время. Развлекательные, игровые, музыкальные, театрализованные программы, дискотеки, выставки – каждый сможет выбрать себе что-то по душе. На площади Ленина по 14 января будет работать праздничная ярмарка и фудкорт. Информацию с датами проведения и расписанием гуляний можно найти на сайте горисполкома или написать в чат-бот города. Но важно помнить и о безопасности. Приобретайте пиротехнику только в специализированных магазинах. При покупке обращайте внимание на срок годности, целостность упаковки и инструкцию. Она должна быть на русском либо белорусском языках. Помните, что продавать пиротехнику можно только лицам, достигших 15 лет. Запускать петарды или фейерверки нужно в свободном от людей и открытом пространстве. За использование пиротехники в общественных местах грозит административная ответственность. При несоблюдении правил высок риск травматизма, повреждения глаз, рук, а также ожоги разной степени тяжести. Сразу после нас сирена. Моя коллега Кристина Ариян с обзором криминальных новостей недели. Не пропустите. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!